...парламентских выборов 2016 года с декабря на 3-е воскресенье сентября. Документ опубликован на портале правовой информации и окончательно вступил в силу. Теперь все последующие выборы будут проходить в единый день голосования, а срок полномочий депутатов Госдумы 6-го созыва сократится на несколько месяцев. Напомним, в ходе работы над законом поправки рассмотрел Конституционный суд и активно поддержало правительство. После обсуждения документ был одобрен обеими палатами российского парламента. И сегодня же Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом Финляндии Саоли Ненистю. Разговор состоялся по инициативе финской стороны. Главы государства обсудили ситуацию с российской делегацией, которую не пустили в Хельсинки на заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ. Рассматривались и другие актуальные вопросы. Как сообщает пресс-служба Кремля, оба президента высказались за сохранение добрососедских отношений между странами. Парламент Греции до конца дня должен одобрить меры жесткой экономии, предложенные кредиторами. Только после принятия этих законов власти получат новый кредит 90 миллиардов евро. А пока Министерство финансов продлило так называемые банковские каникулы до 17 июля. Население крайне недовольное действиями правительства. В стране началась забастовка госслужащих. На 24 часа парализована вся общественная жизнь. За ситуацией в Греции следит Кирилл Парменов. На улицах Афин немноголюдно. Не работают многие госучреждения, школы, больницы и большинство аптек. Почти не ходит общественный транспорт. Обычно мы ездим на метро, а сегодня пришлось добираться из пригорода на троллейбусе, переполненном как банка с сардинами. 24-часовая забастовка не единственный сюрприз профсоюза госслужащих. На площади Синтагма перед зданием парламента пройдет многотысячный митинг протеста. Как раз в то время, когда депутаты будут голосовать по проекту драконовых мер жесткой экономии, навязанных Афином на переговорах в Брюсселе. Сейчас их обсуждает парламентская комиссия. Вечером законодатели обязаны принять ультиматум. Страна получит до 90 миллиардов евро в обмен на проведение реформ, повышение налогов, сокращение социальных гарантий, увеличение пенсионного возраста. То, против чего большинство греков решительно высказались на референдуме. И без чего стране грозят дефолт, беспорядки и выход из зоны евро. Недавнее воодушевление и подъем граждан Эллады сменяются общей депрессией. Сегодня парламент примет эти законы. Они не могут поступить иначе. Конечно, люди возмущены, но им не оставили выбора. От нас больше ничего не зависит. Депутаты примут эти меры, а нам останется нести это бремя. В том, что проигран бой, но не война, пытался убедиться граждан премьер Ципрос. Рейтинг доверия которого после брюссельских переговоров падает с каждым днем. Я принимаю на себя ответственность за совершенные мною ошибки. Я принимаю ответственность за текст, в который я не верю, но который я был вынужден подписать. Но я продолжу исполнять свои обязанности. Не брошу страну, чтобы она не столкнулась с катастрофой, с крахом банковской системы. Я попытаюсь осуществить свой план в четырехлетний срок пребывания у власти. То, что произошло, это поражение для Европы. Но Европа может измениться. Мы сеем эти новые зерна и увидим, как они взойдут. Но эти перспективы туманны, а что делать сейчас, не понимают пока и сами законодатели. Я не намерен голосовать за это соглашение. Впрочем, сначала я буду обсуждать эти законопроекты с коллегами по партии и министром финансов. Возможно, я изменю свое мнение, но я хочу отнестись к этому непредвзято. Тем временем, в успех соглашения, заключенного Афинами с Евросоюзом, не верят и в Международном валютном фонде. Долговая ситуация в стране настолько неустойчива, считают экономисты, что принятие Афинами жестких реформ и выделение Европой нового пакета финансовой помощи страну не спасет. Кирилл Парменов и Дмитрий Андреянов, ТВ-Центр. К событиям на Украине. Киевские военные наращивают интенсивность обстрелов. Власти ДНР зафиксировали более 80 нарушений перемирия по всей линии фронта. Этой ночью массированному обстрелу подверглась Горловка. Огонь нестихал несколько часов, убили пожилым кварталом из артиллерии танков. Погибла пожилая женщина, еще трое мирных жителей получили ранения, в том числе ребенок. У него контузия после взрыва снаряда. Разрушены несколько домов на территории Луганской Народной Республики. Киевские силовики за сутки пять раз нарушали перемирие. Убит ополченец. С обстрелами из минометов, танков и гранатометов подверглись в том числе жилые дома в поселках Донецкий и Веселая гора. Провели уже более сорока обысков. Сообщается даже о нескольких задержаниях. Однако боевики запрещенного в России правого сектора, устроившие 11 июля перестрелку в Мукачево, по-прежнему не собираются сдаваться. Более того, они готовы скрываться в лесах столько, сколько потребуется. Об этом сообщил лидер местной ячейки радикалов. Это может занять год и два, но значит так будет. Если кто-то думает, что ребята не могут жить в лесу столько времени, сколько надо, поверьте, есть достаточно возможностей для того, чтобы это подразделение развилось до нескольких тысяч человек. По сообщениям украинских СМИ, бойцы правого сектора выдвинулись из окрестностей Мукачево по направлению ко Львову и границе с Польшей. Укрепляют охрану своих рубежей Венгрия и Словакия. Тем временем во Львовском отделении экстремистской организации уже заявили о фактическом контроле над городом. А в Верховной Раде сегодня начали с обсуждения дел вчерашних. Накануне, несмотря на кипевшие в парламенте страсти, депутаты все-таки приняли законопроект о местных выборах. Они пройдут 25 октября по новой схеме. Исключение территорий Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. Там этой осенью Киев голосование не планирует, в отличие от местных властей. В ДНР еще две недели назад назначили дату выборов 18 октября. И сегодня оппозиция в Раде заявила, что новый законопроект не имеет никакого отношения к децентрализации, прописанной Минскими соглашениями. Реформы не проводятся. Отсутствуют результаты в борьбе с коррупцией. Успехи в децентрализации видны только в правительственных кабинетах. За эти 500 дней население стало в разы беднее. Сначала вы принимаете законы, которые ухудшают благосостояние людей, а потом пытаетесь преодолеть создание вами созданной же трудности. И вы даете потом решение их за величайшее достижение. Для экономики Украины наступает критический момент. 24 июля Киеву предстоит выплатить кредиторам 120 миллионов долларов. Сегодня министр финансов Ерейская летит в Вашингтон, чтобы обсудить детали реструктуризации долга. Венцима получил 4 года тюрьмы. Приговор сегодня вынес от немецкого города Люниборг. Бывший онтер-офицер СС Оскар Грёнинг признан виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных в лагере смерти. Позволит ли состояние его здоровья отбывать наказание, решит прокуратура. Прибыв в Освенцим в 1942 году, Грёнинг знал о расправах над евреями в газовых камерах. У новых заключенных он изымал личные вещи, подсчитывал деньги и передавал в Главное административное управление, за что и был прозван бухгалтером. Не исключено, что это один из последних процессов над бывшими охранниками Освенцима. Другим событием. 1,8 млн квадратных метров жилья введены в столицы с начала года. Об этом сообщил сегодня Сергей Собянин во время осмотра нового микрорайона в Митине. Многоэтажные дома построили на территории промзоны, где раньше находился завод «Мир». На месте заброшенных корпусов бывшего предприятия расположились жилые дома, подземная парковка и гаражный комплекс. Территория полностью благоустроена и оборудована для маломобильных граждан. Скоро в новом квартале появится детский сад, школа, а также бизнес-центр. По словам мэра, такой микрорайон является хорошим примером комплексного развития территории города. В Москве продолжается интенсивное жилищное строительство. Несмотря на кризис, объемы не уменьшаются, а даже несколько увеличивают по сравнению с шестью месяцами прошлого года. Это стало возможно благодаря трём факторам. Оперативной выдаче градостроительной документации, освоение новых территорий Москвы и освоение промышленных зон. На примере той, в которой мы находимся, где происходит не точная застройка, а комплексное жилищное и деловое строительство. И сегодня Сергей Собянин возложил цветы на станции метропарк «Победа». Ровно год назад в перегоне между платформами с рельсов сошёл поезд. Первые три вагона состава разрушились. Катастрофа унесла жизни 24-х человек. Почти 200 получили ранения. По данным следствия, причиной трагедии стало нарушение технологии при установке механизма стрелочного перевода. В рамках уголовного дела арестованы четверо сотрудников метрополитена. Шестерым предъявлены обвинения. После ЧП в столичной подземке пересмотрели нормы обслуживания и увеличили число технологических проверок. В Забайкалье природными пожарами охвачено более 20 тысяч гектаров леса. Сейчас в крае самая сложная обстановка во всём Сибирском федеральном округе. В регионе установилась сухая ветреная погода. К этому добавилась ещё и аномальная жара. Неблагоприятный прогноз и на всю следующую неделю. В 12 районах действует самый высокий, пятый класс пожарной опасности. К тушению огня привлекают вертолёты МЧС. Борются со стихией в Бурятии. Там горит 14 тысяч гектаров лесного фонда. В том числе на территории природного биосферного заповедника Байкальский. Менее крупные возгорания также фиксируются в Туве, Иркутской области и Красноярском крае. Для российских аграриев наступает горячая пора сбора урожаев. В Ставропольском крае с поля убирают зелёный горошек и сразу приступают к его консервации. Раньше большая часть этого продукта ввозилась из-за границы. Однако в условиях санкций на полках магазинов российские товары потеснили импортные. За работой аграриев наблюдал наш корреспондент Владимир Гладёк. Механизаторы Курского района работают без выходных днём и ночью. Если опоздать с уборкой хотя бы на один день, горох перезреет, высохнет и тогда потеряет питательные свойства. Горох не ждёт. Месяц всего уборки. В Курском районе засеяно около 500 гектаров зелёного горошка мозговых сортов. За счёт того, что в его плодах содержится наименьшее количество крахмала, он имеет лучшие вкусовые качества и считается самым сладким. Именно этот сорт используется для приготовления салатов и консервирования. Семена очень нежные и требуют аккуратности при уборке урожая. Агроном Руслан Вегреев круглые сутки в поле проверяет спелость и устойчивость горошка к погодным условиям. Вредители, болезни. Всё это надо смотреть. И работаем только в ночное время. В дневное время жара, испарение. Комбайнёры останавливают технику лишь для того, чтобы очистить бункер от налипшей ботвы или выгрузить урожай. В кузов самосвала попадают уже очищенные семена. После того, как горошек уберут в поле, его привозят на консервный завод. Это занимает всего два часа. За это время он не засыхает и не теряет свои вкусовые качества. Его моют и затем отправляют в консервные банки. В селе Русское установлена универсальная линия для консервирования. Умная техника сама стерилизует банки, засыпает горов, закатывает и наклеивает этикетки. Горячую пору здесь трудятся в несколько смен по 150-200 человек. Они сортируют семена, управляют техникой, готовят рассол. В состав маринада входит соль, сахар и вода. Больше ничего другого мы не добавляем. Только за одну смену предприятие производит более 200 тысяч банок горошка. За местной продукцией приезжает из других городов и районов края. Берут целыми упаковками. Хороший, натуральный. Мы уже не первый раз, когда сюда ездим, обязательно заезжаем, покупаем. Импортный зеленый горошек здесь тоже есть, но он не пользуется спросом. Ну вот для сравнения выставили продукцию. Цены совсем другие, никто его не берет. В основном берут местную продукцию, сами здесь выращивают. Продукция идет очень хорошо. Ставропольский зеленый горошек везут и в другие города России. Местные аграрии планируют расширить производство. В следующем сезоне будет приобретена новая техника и увеличена площадь посевов почти в три раза. А это значит, что в хозяйстве появятся дополнительные рабочие места, а российский потребитель круглый год будет ощущать вкус лета. Владимир Гладюк, Ольга Кузнецова, Николай Кошель, ТВ-центр, Ставропольский край. В Новосибирской области задержали руководителей религиозной организации, которая действовала по принципу секты. По данным Следственного комитета, члены так называемой церкви «Исход» незаконно удерживали более 60 человек, больных алкоголизмом и наркоманией, якобы для их лечения. А руководитель общины Алексей Кроникин пытался узаконить эту деятельность и попался при даче взятки местным чиновникам. Возглавляемая им организация не имела лицензии на ведение медицинской деятельности. Людей подвергали физическому и моральному насилию, хотя наркозависимые попадали в это заведение согласие отчаявшихся родственников. Секта работала в нескольких регионах страны, только в Новосибирске было открыто более 10 отделений. Общий Российский народный фронт запускает новый проект мониторинга состояния дорог. О его подготовке рассказали на заседании Центрального штаба. Цель проекта — оценить усилия регионов в улучшении качества дорожного строительства. Работы будут проводиться по этапам и по округам. Активисты ОНФ планируют за 6 месяцев обследовать 60 тысяч километров дорог по всей стране. В этой инспекции будут участвовать ведущие эксперты, сами автомобилисты и члены комитета Госдумы по транспорту. По итогам они сформируют рейтинг регионов с худшими и лучшими практиками ремонта дорог. Мы увидели, что ряд регионов спустя рукава относится к тому, чтобы потребовать исправления брака, который допускается в работе подрядчиков. Такая халатность выливается в то, что мы постоянно вынуждены ремонтировать одни и те же дороги. В этой ситуации страна просто топчется на одном месте и нет никакого прорыва в качестве дорог. Ровно 40 лет назад состоялся первый в истории человечества совместный международный полет на орбиту. 15 июля 1975 года на встречу друг другу отправились два космических корабля — «Союз» и «Аполлон». И сегодня в Москве в Музее космонавтики состоялась встреча участников той легендарной миссии Алексея Леонова и американца Томаса Стаффорда. Они тепло поприветствовали друг друга, а со сцены поделились воспоминаниями о том времени. История за годы работы в космонавтике накопилась немало, но устыковка «Союза» и «Аполлона» стала одним из самых ярких и важных моментов не только в жизни самих космонавтов, но и в отношениях Советского Союза и США. 45-й год на Эльбе встретились наши отцы, а 75-й год на Эльбе встретились сыновья. Это какое-то провидение было. Вот это очень-очень имеет большой смысл в наших отношениях. Подготовка к исторической стыковке длилась около трех лет. Полет чуть было не отложили совсем, но рукопожатие в космосе все же состоялось и стало символом сближения двух сверхдержав во время разрядки в Холодной войне. Несмотря на все технические трудности, несовместимые системы жизнеобеспечения кораблей, космонавтам удалось подняться над большой политикой. На этом пока все. Дали прогноз погоды. Всего доброго и до встречи.